Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня видео обзор. Это не реклама, мне никто не платит за то, что вы сегодня увидите. Вы уже видели в одном из моих роликов о поясничном отделе позвоночника, о межпозвонковых грыжах и протрузиях. Я рассказывал о гравитационных ботинках, которые я купил здесь в Америке через Амазон. Мне прислал человек из России аналог подобных ботинок. Стоят они 2 300, что как минимум в три раза дешевле, чем те ботинки, которые приобрел я. И сегодня мы сделаем тест-драйв, посмотрим, насколько они лучше или хуже, и стоит ли покупать эти ботинки. Называются они Совдеп. Перед тем, как перейти к ролику, друзья, напомню вам, что вы можете приобретать мои книги в электронном варианте для мужчин и для женщин отдельно. Особенно, если вы хотите тренировать людей, если вы берете на себя смелость и ответственность, если вы хотите сами грамотно тренироваться. Огромная квинтэнсенция знаний, практического опыта более чем за 25 лет практики. И, конечно же, теория. Вы найдете в этих книгах все ответы на свои вопросы. И очень много еще того, о чем раньше не слышали. Вот как выглядят оба ботинка. Это американский ботинок, который я вам уже показывал. Такие у него. Естественно, все сделано более качественно с точки зрения материалов, изготовления. Все-таки заводское производство. Это человек делает сам. На вид тоже довольно неплохо. Два замка. Металлический крюк. И как на ноге это все будет, мы с вами увидим чуть позже, когда я опробую оба этих ботинка. Для того, чтобы вы увидели разницу. Здесь крюк металлический. Металлические застежки. Довольно-таки короткие. Не знаю, не будет ли давить на ногу. Посмотрим. Здесь ботинок более продолговатый. Особенно там, где соприкасается с ногой. По идее, он должен быть более комфортен. Но посмотрим. Давайте перейдем к непосредственно выполнению упражнения. Перейдем непосредственно к упражнению. Попробуем сейчас поработать в наших ботинках. Цепляемся за перекладину. Довольно-таки неплохо держат. На ноги не давят. И можно смело выполнять упражнения. Хорошо чувствуются на ногах. Можно расслабиться. Средоточиться непосредственно на проработке мышц пресса. И на декомпрессии поясничного отдела позвоночника. Самое главное, что они действительно надежные, крепкие. Сделаны, как говорится, в совдепе, в совке. Кто помнит, тот понимает. Единственное, у них нет регулировки. Такой хорошей, качественной по размеру ноги. Скажем, чтобы вам было комфортно. Как это есть на черных ботинках. Но зато, я думаю, что в плане надежности, именно самого крепления, они достойны. И вы можете не переживать, что слетят, сломаются. И вы упадете с перекладины, не дай бог. Конечно же, выглядят они гораздо менее презентабельно, чем эти заводские ботинки. Но и цена, напомню, в три раза дешевле. У этих ботинок крепление действительно можно подгонять по размеру. Что мне нравится в этих ботинках, может быть, и наши ребята сделают, в следующей модели усовершенствуют, это возможность степени зажатия ботинка, самого крепления. По принципу, как это у нас сейчас принято на сноубордических ботинках или горнолыжных ботинках. Кто катается, тот понимает, о чем речь. И более глубокое крепление, все-таки на черных заводских ботинках, позволяет более надежно висеть на турнике. Но из наших, я думаю, не упадем, но чисто психологически, мне было спокойней выполнять работу в этих черных ботинках. Ну и повторю, за счет того, что они более высокие, особенно в задней части, можно более комфортно висеть на самой перекладине. Но это никоим образом не ухудшает наши чисто металлические ботинки. Напомню, опять-таки, вам, друзья, что цена довольно-таки существенная. И за эти маленькие комфортности, назовем их так, я думаю, что не каждый из вас, из нас захочет переплачивать. Тем более, что пользоваться мы будем ими не так часто, и отдавать порядка 100 долларов за подобные ботинки, наверное, не имеет смысла, когда можно купить хороший совдеп за 2-300. Ссылки в описании. Ну что, друзья, как мы с вами убедились, имеет место быть и наша продукция. Конечно, человек делает сам вручную, это не настолько комфортно, как в заводском варианте. Но все же не так сильно давит на ногу, безопасно. Как долго он прослужит, я не знаю, не могу вам рекомендовать. Но стоит гораздо-гораздо дешевле. Поэтому вы можете приобретать такие ботинки, если у вас ограниченные средства. Или средства, как правильно, напишите в комментариях. Если у вас с деньгами все в порядке, я рекомендую все-таки покупать ботинки, которые я приобрел первый раз, черные. Но повторяю, в соотношении цена-качество вы купите ботинки САВДЕП. Ссылки все я оставлю в описании к этому ролику. Вы можете их приобретать, пользоваться. Особенно, если у вас проблемы с поясничным отделом позвоночника. Потому что многие меня спрашивают, помогает ли виз на турнике поясничному отделу позвоночника. Друзья, когда вы висите на перекладине, зацепившись руками, поясничный отдел позвоночника никоим образом никак не задействуется. А вот когда вы висите вниз головой, зацепившись ногами, тогда имеет место быть декомпрессией. Но не забывайте, что самое важное это делать все-таки гимнастику, с которой я вас постоянно ознакомлю. Я снял уже не одно видео и написал не одну статью. И, конечно же, экстензии спины в начале тренинга и гиперэкстензии в конце тренинга. Совместно с гравитационными ботинками вы получите максимум пользы. Защитите свою спину от проблем, если у вас нет. И если у вас есть проблемы, вы вернетесь к нормальному здоровому образу жизни без боли и сможете даже приседать и тянуть за 200, а может и больше. Спокойненько, без каких-либо проблем. Делитесь данным роликом в соцсетях. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. А мы с вами, как всегда, увидимся в следующий раз в тренажерном зале. Сухой мышечной массы вам, друзья! И силы без травм! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...